здравствуйте поговорим о предстоящей неделе на американском рынке на прошедшей неделе рынок продемонстрировал смешанную динамику тем не менее на рынке преобладают бычьи настроения ввиду слабого замедления экономики и сильного рынка труда которые повышают вероятность более длинного цикла сдерживающие денежно-кредитной политики ввп сша в третьем квартале показал рост на 3,2 процента а количество новых заявок на пособие по безработице составило лишь 216 тысяч в пользу снижения инфляционного давления в сша и более мягкой риторики фрс говорят данные опроса домохозяйств за декабрь инфляционное ожидание населения достигли уровней сентября 21 года при этом оценки краткосрочных перспектив экономики несмотря на небольшое улучшение соответствует предрецессионным настроением предстоящая рождественская неделя принесет ряд важных макроэкономических публикаций а пониженные объемы торгов из-за праздников могут привести к большей волатильности во вторник 27 декабря представят данные по запасам ритейлеров за ноябрь в среду опубликуют данные по продажам домов от национальной ассоциации риэлторов за ноябрь в четверг рынок получит новые данные по пособиям по безработице за неделю 32 декабря представят индекс деловой активности публикации квартальных отчетов на этой неделе отсутствуют на этой неделе смп500 может демонстрировать смешанную динамику двигаясь в диапазоне 3750 3860 пунктов рекомендуем обратить внимание на китайского производителя премиальных электромобилей ли ауто мы считаем что акции компании в ближайшие месяцы могут показать сильную динамику на фоне сильных продаж и лучшей рентабельности среди конкурентов мы ожидаем что на горизонте двух месяцев цена компании может вырасти примерно на 66 процентов рекомендуем обратить внимание на американскую компанию по производству лития и литиевых соединений левент корп мы считаем что компания имеет большие перспективы благодаря сильному позиционированию на быстрорастущем рынке лития спрос на который поддерживается распространением электромобилей мы ожидаем что в течение двух месяцев стоимость ее акций может вырасти на 55 процентов до встречи через неделю с вами был пак denis freedom финанс глобал